Гуляя на улице, я нашел контракты Министерства обороны Украины. Отдельно хочется поблагодарить своих адвокатов о том, что они с терпением, большим терпением относятся к моим будущим уголовным делам. Так вот, в этих контрактах очень много интересного. Например, в 2022 году Министерство обороны через государственное предприятие «Прогресс» закупило снаряды болгарского производства. Вы бы, наверное, подумаете, закупило и закупило. Но есть одно «но». Переплата на этих снарядах, на этих трех контрактах составила 6,7 миллиардов гривен. 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы с вами прекрасно понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского. Например, в апреле 2022 года Украина закупила у ГП «Прогресс» 60 122-мм снарядов для систем «ГРАД» за цену 7 155 евро за штуку. Когда у компании «Украинская бронетехника» в ноябре 2022 года купила те же самые снаряды стоимостью 5 312 евро за штуку. Навар только на этом одном контракте составил 110 миллионов евро. 100, сука, 10 миллионов евро. Вот вам еще один пример. Приветствую вас, друзья-недруги. Гео Лерас, имя этого украинского депутата, ну, при рождении Георг Курихян. В его биографии есть очень любопытные детали, особенно в политической биографии. Во-первых, он человек Зеленского. Тот делал его и своим советником, и вообще он был во фракции «Слуга народа». Но «Вишенка на торте», что в декабре 2020 года, то есть задолго до СВО, он стал одним из тех, против кого Россия ввела персональные санкции. Ну, вот есть такая присказка «Интересно, девки пляшут». «Интересно, девки пляшут».